27 ноября в нашей республике отмечается День профсоюзного работника. Этот день отмечается уже шестой год подряд. С того времени, как соответствующий указ, подписал глава нашей республики Егор Федорович Борисов. Сегодня в республике стартует декада, посвященная этому дню, и приурочена. И начинается она именно с дня бесплатной юридической помощи населению. Сегодня мы будем немного говорить как раз-таки о правовых вопросах, о юридической помощи. У нас в гостях руководитель правовой инспекции труда, главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов республики Саха-Якутия, заслуженный юрист республики Саха-Якутия Наталья Ивановна Барковская. Наталья Ивановна, доброе утро. Поздравляем вас с тем, что недавно получили звание. Заслуженный юрист республики Саха-Якутия. Расскажите о декаде и непосредственно о дне бесплатной юридической помощи для населения, которая сегодня стартует. Вы уже сказали, что этим днем открывается декада, которая посвящена Дню профсоюзного работника, которую мы отмечаем 27 ноября ежегодно, вот уже на протяжении 6 лет. И начинаем с дня бесплатной юридической помощи. Но я хочу, чтобы у вас не сложилось впечатление, что мы такую компанию проводим в один день в году. Нет. Но если говорить о сегодняшнем дне, то это бесплатная юридическая помощь вообще для населения республики. И в ней принимает участие не только Федерация профсоюзов, мы просто организуем, мы тоже принимаем участие. Но кроме этого и наши социальные партнеры, это многие организации в республике, это Управление Министерства юстиции, это Фонд социального страхования, это Пенсионный фонд, это Служба судебных приставов. То есть многие организации, которые тоже связаны с обслуживанием населения, и поэтому этот день пользуется большой популярностью, потому что граждане могут получить любую квалифицированную помощь, то есть по любому вопросу, который у них возникнет, не отходя далеко, потому что это все делается в одном здании, значит, в присутствии всех специалистов, и работник может к каждому специалисту, гражданин подойти и проконсультироваться. По каким вопросам? Как можно попасть на консультацию? Вообще на консультацию к нам в правовую инспекцию можно попасть совершенно, будем говорить, свободно, потому что мы принимаем ежедневно часы нашей работы. Это мы работаем с 9 утра до 6 вечера, и перерыв на обед с часу до 2. Поэтому вот в эти промежутки мы принимаем население. Но хочу отметить, что если мы сегодня день бесплатной юридической помощи проводим и принимаем любого гражданина, который сегодня обратился к нам, то прием у нас, как правило, ведется ежедневно членов профсоюза. Ну, таким образом, это закон действует, устав наш, что мы представляем и защищаем интересы только членов профсоюза. Поэтому люди должны это понимать. Куда и во сколько сегодня можно приходить? Вот сегодня день бесплатной юридической помощи. Пожалуйста, подходите в наше здание на Курашовой 24, это здание общественного центра. И на втором этаже, значит, где будут все специалисты, с 10 утра, пожалуйста, мы вас ждем в это время. Ну, вот самые, может быть, основные вопросы, по которым чаще всего граждане обращаются, это какие вопросы? Ну, если говорить, вот, как к нам в инспекцию, ну, конечно же, это вопросы, которые касаются наших северных льгот. Вы знаете, я вот с годами замечаю, что почему-то у нас сегодня складывается практика предоставления наших гарантий компенсации северянам. И, ну, не всегда соответствует закону. И это очень печально, потому что мы живем в таких условиях, когда наши гарантии компенсации должны соблюдаться. Да ведь вот это оплата проезда, это предоставление отпусков. Вот этих вопросов сегодня очень много. Поэтому, ну, мы стараемся, конечно, ведь наша задача не только разъяснить, наша задача такова, чтобы закон был исполнен, чтобы работнику предоставили все, на что он имеет право сегодня. Вот. Потом много вопросов, конечно, возникает по переводам работников. И здесь, ну, не всегда работодатель. Вы знаете, сегодня трудовое законодательство таково, что оно, может быть, это не совсем корректно, но я в этом убеждена, оно защищает интересы работников. Вот. Поэтому работодатель должен это понять и должен соблюдать закон. А потом ведь, понимаете, соблюдать закон, оно всегда лучше, выгоднее и для работника, и для работодателя. Наталья Ивановна, ну, с сегодняшнего дня начинается уже декада. Да, с сегодняшнего дня и традиционно день бесплатной юридической помощи. И, пользуясь случаем, я хочу, во-первых, пригласить наших горожан. Если у кого какие-то есть вопросы, чтобы посетили, может быть, это станет традиции для всех, и люди будут все больше и больше приходить к нам на консультации. И хочу сказать спасибо нашим социальным партнерам, те организации, которые вместе с нами принимают участие в этом дне. Спасибо вам огромное, что пришли к нам этим утром. Мы вас поздравляем еще раз и желаем отличного дня. Спасибо.